Вот нам дают секретный конверт с заданиями. Время ухода! Отлично! Спасибо! Мы как Иисусы вообще ходим. По воде. Есть рюкзак? Всем привет! Вот мы и прибыли в славный город Звенигород, где сегодня Алексей, который ведет канал Outdoor Time, сегодня здесь обещают провести какой-то перволетний Outdoor Quest, который будет проходить на велосипедах, на двух дистанциях, зеленая и синяя. Я, конечно, записался на синюю и даже хотел записаться на черную, но ее, к сожалению, не было. Звенигород нас встречает такими замечательными надписями. Улыбаться мы, конечно, будем, но умирать пока не собираемся. Вот. Надеюсь, соревнования будут интересные. Если кто-то еще не подписан на канал Алексея, ну или просто не видел его видео, заходите, посмотрите. Спасибо. Если кто-то еще не подписан на канал Алексея или просто не видел его видео, обязательно зайдите, посмотрите. Огромное количество полезной информации. Я когда начинал свой канал, я думал, что я буду, ну, может быть, первым, кто несет какую-то полезную информацию на русском языке про велосипедный туризм. Но, конечно же, это было не так. На канале Алексея практически вся информация уже есть. И, в общем-то, дополнить даже и нечего. Ну, с ним мы сегодня встретимся. Попрошу всех на минуточку подойти, чтобы сделать общую фотографию на старте. Посчитать, сколько потом человек не доедет. Вот нам дают секретный конверт с заданиями. Жи, тебе особо... Вредка ухода! Отлично, спасибо! Значит, синяя дистанция. Готовься! Открывай? Нет, не открывай, по команде открываем. Вот такой-то замечательный сувенир. Спасибо! У меня есть рюкзак! Тебе вот такой-то интересный антиугонный набор. Как сувенир. Спасибо за участие! Такие позволяют сразу починить велосипед после поездки. Спасибо за участие! Ура! Спасибо! Отличный сувенир. Замочек. Тебе. Спасибо! Чтобы у тебя всегда голова была в бандане. Спасибо! Спасибо за участие! Отлично! Синенький! Синенький! Тебе вот такую-то замечательную бутылочку. Спасибо! Спасибо за участие! Кто еще синий? Давай! На тебе! На! Звучит как угроза! На тебе! Джима! Тебе тоже! Спасибо! Чтобы смазка была всегда! Мне колесо надо! Спасибо! Всем спасибо за участие! Надеюсь увидеть вас в следующий раз! Спасибо, что приехали! Надеюсь, не пожалели! Спасибо! Спасибо! Хочу вам показать организатора сегодняшних соревнований! Или это не соревнования? Даже не знаю, как это... Белоквест я называю это так! Летний аутдор квест! Расскажи, зачем ты этой всей фигней занимаешься? На самом деле, я считаю, что просто так очень людей иногда трудно вытащить, прокатиться за городом вдоль речки, потому что они не всегда могут что-то увидеть, не всегда знают маршрута. А тут для них, во-первых, проработанный маршрут, как можно больше в стороне от трасс, от каких-то там препятствий для зеленого маршрута. Синий, естественно, специально сделан так, чтобы у людей была проблема, чтобы им создать интересность. И эта цель вытащить людей на природу, пообщаться, покататься, провести с пользой время, популяризация велоспорта, велоориентирования. Тибет это что дает? Людям-то понятно хорошо, а тебе-то... А мне нравится, что людям хорошо, я люблю, ну, мне нравятся такие вещи организовывать, вот это самое главное, и я сейчас, следующий будет, естественно, лучше. А когда будет следующий, что ты вынес из этой, вообще первая твоя попытка? Вот такого целиком полностью выставления без спонсорской поддержки целиком на свои средства, да, это моя первая попытка, поэтому есть какие-то моменты, которые еще надо прорабатывать, вот, например, с постановки буйков, и то, что я накосячил, не сказал, как выглядят буйки, вот, но в целом, в принципе, я считаю, что довольно интересная трасса получилась. И тут Алексей нам заготовил контрольные пункты в виде буйков на несудоходной речке. Кто-нибудь когда-нибудь видел буйки на несудоходной речке? Так, мне кажется, что здесь я смогу промокнуть, наконец-то. Ну, простая, я не ожидал, что здесь такая жопа будет. Ну, Алексей говорил, что ему здесь по колено. Дайте-ка я покажу, как здесь. Вода поднялась. Вот оно, по колено. Вы не только все электроник там сразу. Мы как Иисусы вообще ходим по воде. Вот она, записка с необитаемого острова. Что же на ней написано? Ну, я бы сказал, что это на самом деле кто-то мусор выкинул, либо сети поставил. Не, я увидел теперь. Вот нет никаких шансов даже найти здесь номер. А, надо поднять. Покажи номер, чтобы... Кладем обратно. Вот, честно, я бы не пошел бы никогда в жизни туда. Я при своей нелюбови к воде, если бы я увидел бы бутылку где-то вот так вот посреди речки, никогда бы в жизни бы не пошел. Вот, привет участникам соревнований. Все, мне дойти. Там отлично. На самом деле там хорошо. Никто, кроме нас. Сколько людей приехало сюда? Пока не считали, но по-моему, зарегистрировалось около 40 человек. Ты считаешь много, мало? Что-то ожидало? Ну, скажем так, я ожидал сначала меньшего, потом большего, а потом понял, что пофигу, глупо что-то ожидать. Сколько приедет, столько и приедет. Собственно, мы сделали по количеству зарегистрировавшихся конверты. Синих три не дораздали, а зеленых больше было. Но в целом, как бы, я считаю, ну, только у 40 человек был. Одиннадцать, я так устал, я не хочу идти. Ты сейчас не бежать. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 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 Когда будет следующий такой квест? Я хочу, если будут хорошие отзывы, положительные от участников, им понравятся, я хочу делать два квеста. Один зимой, один летом. Причем каждый раз меняют локацию. Зимой либо лыжный, либо пеший. Ну, такой, что не все же зимой на велосипеде катаются. Поэтому либо пешком, либо на лыжах, либо еще что-нибудь. Я бы проголосовал бы за лыжи. Честно, я в этом году наконец-то полюбил лыжи. У тебя варианта не было? Да нет, ну, меня друзья просто вытащили, на лыжи поставили. Я раньше, ну, я из Волгограда, и на лыжах вообще никогда не ходил. И тут неожиданно оказалось это довольно прикольное занятие. Зимой теперь есть чем заниматься. Так что я за лыжи. Я думаю, все участники с удовольствием сейчас скажут спасибо Алексею. Кто, если не видел канал Алексея, заходите на канал Outdoor Time. А чтобы не пропустить, когда будет следующее такое соревнование, надо обязательно подписаться на канал Алексея. Спасибо. Всем удачи, пока. Держите. Спасибо. Какие первые впечатления? Было интересно. Правда, заполтал сначала, куда-то не туда, уехал с другой стороны кладбище, поехал, потом нашел дорогу. Главное не на кладбище. Да, свадьбу встретил сразу потом. А, ну, потом... Если кто-то еще так не делает, то всем советую брать велик, садиться на электричку, уезжать на какую-нибудь последнюю станцию, все равно куда. Брать с собой телефон, GPS, все что угодно, смотреть на карту и ехать вот куда глаза глядят. Везде будет красиво, будет замечательная природа, новые города, новые люди, какие-то деревни. Это кайф на самом деле. Так что, если кто-то так не делает, обязательно сделайте это сегодня, может быть, на следующей неделе. Одно иначе пропустите лето, ну и пропустите вообще все, что только можно. Всем пока. Будет ли черная трасса? Черная? Ну, так совсем для... легкая, да, будет, конечно. Когда-нибудь, я думаю, что против течения, на каяках, с ведром кирпичей, как бы, на буксире, вот, я предлагаю это сделать черной трассой. Для особых извращенцев? Да, да. Можно я поддержу? А после этого обязательно подъем на Ан-24 воздуха, оттуда падение с велосипедом без парашютов в яму полного разъяренных жирафов. Ежей, ежей, елочка. Ежей, ежей, да, да. Кристик. Вот, черная трасса готова. Да, осталось только найти Ан-24. Здравствуйте, на велосипеде продадите? Заказано, да. 236. Все бежали, у меня ваша задача, ваш чек, приезжайте, все бежали. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Продолжение следует.